Доброе ранжевое утро всем тем, кто начинает свой день вместе с телеканалом НСК-49. Сегодня в студии Стас Чибриков и Лена Илюшина. Неважно, какое время года на улице, всегда хочется знать, как правильно ухаживать за своей обувью, для того, чтобы она как можно дольше служила и выглядела всегда прекрасно. Сегодня человек, который сможет ответить на все эти вопросы. Сергей Смирнов, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Лето или осень самые тяжелые и непростые по уходу? Да, очень у нас опасный климат с этой точки зрения и ухаживать за обувью в нем очень-очень непросто. И самые, наверное, тяжелые такие для обуви времена это как раз межсезонье. Деби сезон тот самый. Да-да-да, осень и весна. То есть как раз когда на улице дождь, слякоть, влажно, грязь, все тает, скользко и так далее. То есть вот эти самые тяжелые времена для обуви. И с чего начать? Про уход. Давайте, наверное, с кожаной обуви начнем. То есть ее ванна чаще всего встречается. А давайте с вопросом, что покупать-то вообще? Ну, я, как сапожник с большим стажем, советую покупать все-таки обувь из натуральных материалов. Такая обувь дольше служит. Опять же, при правильном уходе. Потому что если мы рассматриваем какие-нибудь текстильные вещи, либо обувь из кожзаменителя, ну, ее, как правило, надолго не хватает. А вот эко-кожа, это заменитель или все-таки кожа? Ну, это придумали маркетологи. А так дерматин, да? Да, красивое название для кожзаменителя. На самом деле, все, что не называется именно кожей, это все заменитель. То есть и материалы это, как правило, одноразовые, и надолго их не хватает. То есть как бы ты за ними не ухаживал, все равно, ну, пытаться продлить ее жизнь. Кожзам, он вообще не требует никакого за собой ухода. То есть протер... Можно не вот это все поливать? Нет, это все бесполезно. Относил, как какие-то изменения в обуви, выбрасываешь ее. Если порвалось, либо что-то отклеилось, как правило, это уже ремонту не подлежит. А ведь в наше время эко-кожа, назовем так, вышла уже по качеству на такой уровень, что мы, как обычные пользователи, ну, не всегда сможем отличить. А правда, а как отличить? Вдруг нас дурят? Ну, во-первых, нужно понимать, что такое кожзам и что такое натуральная кожа. Кожзам – это полиуретановая пленка, которая наносится на тканевую основу и изображает... Рисунок. Выглядит как кожа, да, именно как рисунок кожи, но на самом деле это просто полиуретановая пленка. Если эта пленка треснет, либо начнет отходить от тканевой основы, все, ее обратно уже не прикрепить, не заклеить. Это только либо делать какие-то наружные заплатки, сверху закрывать, ну что уже тоже... И вы уже ничем не поможете здесь. Да, и я говорю, как правило, ремонту такие изделия не подлежат. А скажите, за то время, сколько вы вот работаете с кожаными изделиями, вы же там сумки, куртки и так далее, бывало такое, что вам приносили изделия из кожзама, и вы удивлялись, что насколько... Качественно. Да я даже не отличу. Ну, было, может быть, за всю практику раз-два, но чаще всего, наверное, такой кожзаменитель, он используется либо для автомобилей, для сам автомобилей, для мебели, ну, редко-редко для сумок, потому что там идет уже толщина этого материала, то есть он довольно-таки толстый и за счет этого как раз и прочный. А то, что используется на обуви, либо на одежде, то есть там материалы, они очень-очень тоненькие, и такие материалы быстрее всего изнашиваются. Итак, мы купили кожаные туфли. Весна. Купили кожаные туфли. Они у нас новенькие, еще не побывали в ваших руках. Только вот из коробки достали. Что мы делаем в первую очередь с этой обувью? В первую очередь нужно такую обувь в межсезонье защищать от влаги, чтобы обувь не промокала, чтобы в нее не попадали ни соль, ни реагенты, которые у нас... То есть по улице не гуляем. Часто встречаются. По улице гуляем, но нужно правильно обувь защитить. Для этого можно использовать, если мы говорим про кожу, есть разные крема с содержанием восков, то есть они бывают, опять же, разные. Есть крема цветные, которые могут подойти для цветной обуви. Коричневая, черная. Гамма у кремов очень-очень большая. То есть и коричневый, и черный, и синяя, и красный, и белый. Я не знала. Темно-коричневый, светло-коричневый. Охра. Есть очень много разных цветов, не поверьте. То есть есть крема именно с подкрашивающим эффектом в том числе, то есть, ну и для цветной обуви есть крема бесцветная, которая подходит для любых цветов. То есть такие крема содержат воск. Если мы такой крем нанесем на кожу, он впитается, после этого нужно располировать его очень хорошо обычными щетками с натуральным ворсом. Они не царапают? То есть щетки тоже могут быть разные. Нет. Такие щетки кожу не поцарапают. И у нас как раз задача именно хорошенько располировать, разогреть воск на поверхности, чтобы он сделал как защитную поверхность на... Как бы пленочка, чтобы получилось. Да-да-да. И тогда влага не будет уже в кожу проникать, и можно ходить в такой обуви и во влажную погоду. А как же в спрееве? Сразу продавцы в магазинах говорят, надо побрызгать. Вот сняли с языка, как говорится. Можно использовать также и влагоотталкивающие разные пропитки, но тоже эти пропитки важно использовать правильно. Во-первых, нужно их использовать с расстояния хотя бы сантиметров 15-20. Почему? Потому что во всех аэрозолях в баллонах только часть средства, которым заявлено на упаковке, остальное это, как правило, газ для создания давления в баллоне. То есть и вот чтобы этот газ не попадал, не испортил нам кожу, нужно это делать с расстояния 15-15 сантиметров. Чтобы на обувь попадало только... Чтобы только долетало до обуви только средства. И любые средства рекомендую сперва протестировать на каком-то на незаметном участке. На обуви кого-то из родственников, да? На этой же самой обуви, но где-нибудь с внутренней стороны, снизу, да, то есть на какой-то участок нанести, посмотреть, как среагирует материал. А что, может что-то повредиться? Ну, может измениться цвет, например, обуви. Белая обувь в наших условиях не самая распространенная. Это редко, но чтобы не испортить обувь, нужно сперва протестировать. Но на черных пятно тоже не хочется иметь. Конечно, конечно. Опять же, очень часто к нам обращаются люди с такой проблемой, что в торопях не посмотрели, какой баллончик схватили, и вместо, например, пропитки, ну, случайно, да, наносят краску. А это излечивая. Беда, но она поправима. Вот, можно использовать такие же баллоны влаготолчьей пропитки. Для кожи и для замши они тоже подходят. Для замши, например, крема использовать нельзя. Для замши только пропитки. Скажите, а замша, нубук, велюр, да, и влажная погода, они совместимы? Вообще, изначально, когда придумывалась замша как материал для обуви, то есть, эта обувь была парадно-выходная. То есть, ее замшу можно носить только в сухую погоду, никакая влажная погода для замши не годится. Но у нас на эти рекомендации, так скажем, мало кто обращает внимание, да, то есть, и ходят и зимой, и весной, и всегда в замши. Тогда нужно использовать пропитки. Опять же, я рекомендую использовать, вообще, пропитки бывают двух видов. Есть пропитки от слова «пропитать», которые впитываются в материал и защищают уже его изнутри. А есть пропитки, которые содержат наночастицы, нано-пропитки, так называемые. То есть, они делают защитный слой именно на поверхности обуви. И вот в наших погодных условиях я рекомендую использовать обе эти пропитки для обуви. Первый слой, второй слой. Пропитки обычные нужно наносить на обувь с вечера, потому что они долго, как правило, высыхают, там, 6-7 часов примерно. А нано-пропитки непосредственно перед выходом, там, за 20-30 минут. Вот нано-пропитки лучше использовать перед каждым выходом на улицу. Обычные пропитки достаточно раз в неделю, потому что не бывает ничего постоянного, все временное. Поэтому, если вот, как нам рекомендуют продавцы, когда мы покупаем обувь, возьмите пропитку, обработайте, почему-то большинство людей, да, наверное, подавляюще всего, большинство, да, думают, что этого будет достаточно сделать один раз и хватит навсегда. Ни в коем случае это не так. У пропитки так не действует, у них есть все равно какой-то срок. Поэтому это надо делать чаще. Скажите, Сергей, а не вредит коже вот часто использование пропиток неделю, каждый день, все, как она на это реагирует? Ну, вот приведу такой пример, вот девушки точно меня поймут. Существует много вот разных средств по уходу за кожей. Для левого пальца, для правого пальца. Да, 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 для морщин, для век, для глаз и так далее. То есть, ну, наша кожа живая, и она и обладает свойствами регенерации. То есть, морщинки какие-то, царапинки, то есть, это можно поправить. А кожу, которую уже выделанная, то есть, она уже этими свойствами не обладает. И все полезные вещества, которые туда могут попасть, только с нашей помощью. Поэтому ни в коем случае не вредит, наоборот, за кожей нужно постоянно ухаживать. Также, помимо пропиток, разных очищающих средств, есть еще разные бальзамы питающие, увлажняющие, которыми тоже нужно регулярно пользоваться, чтобы изделия из кожи прослужили как можно дольше. Это касается не только обуви, извините, но и сумок, и курток, и всего остального. Да, я просто думаю, когда уже изобретают ботинки с регенерирующей кожей, чтобы уже... Ты сначала для себя попросил. Помятый немножко, а потом надеюсь, что не скоро, потому что иначе мы останемся без работы. А вопрос такой, сколько может прослужить обувь, вот, не знаю, может быть, вы видели, да, максимальный срок. Потому что, как правило, сезон 2, и меняем. Опять же, да, реагент. Ну, опять же, все зависит от качества приобретаемой вами обуви. Если у вас обувь недорогая, из кожзаменителя, там, не тип стиля, то есть, ну, ее, как правило, она долго не хватает. Если обувь из кожи, тогда у нее срок жизни гораздо больше получается. Опять же, при правильном уходе. Но вот у нас, говорю, у нас много клиентов, мы много уже лет работаем, я чего только на своем веку не видел. Но скажу по себе, то есть, ну, вот я, например, ну, очень редко расстаюсь с обувью. То есть, я чаще покупаю, но у меня уже в коллекции очень много разной обуви на каждый сезон. И советую, опять же, и вашим зрителям, чтобы у всех было именно так. Потому что обувь, когда мы носим на повседневке, нужно давать паре отдыхать. То есть, сегодня мы походили в одной паре, завтра мы пойдем в другой. Так это сколько нужно на весну, например, вот? Три-четыре, пять пар в идеале. Тогда вы не будете с обувью расставаться. То есть, она вам будет служить гораздо дольше. Потому что, если мы обули одну пару и ходим в ней каждый день, она умирает за один сезон. К сожалению, так зачастую бывает. Да, поэтому я ей рекомендую несколько пар. Как? Как же мода? Каждый сезон разная. Мода циклична. Если что-то уже из моды вышло, то оно обязательно скоро вернется. То почистил в пакетик, убрал на шкаф, да? Опять же, вот вопрос хранения, если мы затронем, это тоже нужно делать правильно. Мы поговорим про хранение, но, как я понимаю, эта тема очень объемная и непростая. Любая тема объемная и непростая. Я еще не про все средства узнала на этом столе. Еще не про все средства. Мы обязательно про это поговорим. Сейчас ненадолго прервемся. Посмотрим, что приготовили для нас корреспонденты телеканала НСК-49. Не переключайтесь. Доброе оранжевое утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Сегодня мы говорим об обуви и уходе за ней Сергеем Смирновым. Доброе утро. Женский вопрос, такой типичный. Мы с вами обсуждали, какими средствами нужно пользоваться, чтобы наша обувь выглядела шикарно. Вы не упомянули еще о нескольких баночках? Они имеют какое-то значение? Да, каждая баночка имеет на самом деле большое значение. То, что у нас стоит на столе, это в основном профессиональные средства. И в обычных магазинах их не купить. Эх! Ими мы работаем в своей мастерской. Но есть несколько, скажем так, лайфхаках, которые можно использовать дома, в домашних условиях. То есть ничего там сверхъестественного не приобретая в магазинах. Например, первый и самый, наверное, важный вопрос, то есть как правильно обувь очищать. Мы говорим о обуви из натуральных материалов, это кожа замши и нурных. То есть, во-первых, если мы промочили на обувь какая-то попала грязь, во-первых, нужно дождаться, пока обувь высохнет. Сразу не оттирать? Не надо сразу оттирать, чтобы не впитывать как раз грязь глубоко в кожу. Это новость. Не втирать ее туда. Нужно дать обуви сначала высохнуть. Опять же, сушить обувь нужно тоже правильно, не надо ставить ее на батарею, либо на открытые солнечные лучи. То есть обувь должна сохнуть в проветриваемом месте, в тени. А сушилки внутренние? Либо вот можно использовать сушилки специальные. Вообще, в идеале, конечно, обувь сушить на деревянных колодках, либо набивать ее бумагой, чтобы обувь не теряла при сушке форму. Обычную газету, да? Достаточно до этого. Когда у нас обувь высохла, можно, опять же, грязь превратиться в пыль, и тогда ее можно будет легко с поверхностью убрать. Для этого можно использовать либо обычные щетки с натуральным ворсом, чтобы просто смести грязь, высохшую ее, либо можно уже использовать такие вот тоже щетки разные. Они есть с резиновым, с таким вот ворсиком, есть с ворсиком, с металлическим. То есть можно просто грязь эту счесать с поверхности. После того, как мы обувь очистили, например, перед хранением, обувь нужно пропитать кожаную и увлажнить, чтобы у нас за время хранения кожа не пересохла и не потеряла свои свойства. Для этого можно использовать, опять же, разные увлажняющие бальзамы. Ну, в домашних условиях, наверное, таких лайфхаков нет, нужно что-то все-таки приобретать. Оговорился я чуть-чуть. То есть детским кремом намазать вряд ли, да? Нет, не рекомендую. То есть можно, опять же, использовать либо крема для обуви бесцветные, либо с подкрашивающими, там, цветные, например, какие-то крема. Либо, опять же, какие-то бальзамы. Если, опять же, нам нужно уже, то есть обувь сильно заморалась, ее нужно очистить в домашних условиях, можно использовать слабый мыльный раствор. Опять же, не в горячей ни в коем случае воде. То есть обувь мыльный раствор, да. Хозяйственная мыль. Смочить в этом растворе и хорошенечко вспенить, да, на поверхности. Потом взять либо вот такие вот есть вискозные салфетки, продаются в каждом магазине, либо обычную, там, вафельное полотенце, то же самое. И всю эту грязь с поверхности убрать. После этого, опять же, обувь высушить и обработать уже либо каким-то кремом, либо бальзамом увлажняющим. А когда обувь мокрая, нельзя никакими спреями пользоваться? Ну, кожу нужно сперва высушить. На влажную кожу ничего наносить не надо. Не так что? Ну, все равно же мокрая. Чего уже так? Два раза мочить? Нет, нет, нет. Тогда средства не впитаются в кожу, они останутся на поверхности и могут коже навредить. Ну, я так понимаю, раз мы уже обработали весеннюю обувь, нам все-таки надо что-то делать зимней, потому что мы ее минимум на полгода убираем в штраф. Да. Ну, вот как раз вот эти рекомендации по чистке, по уходу, по хранению, они подходят для любой обуви. Давайте для начала в чем ее хранить? В коробке, в которой покупали? Или в пакет? Или вообще ни в чем? Как лучше ее? Как она лучше хранится? Ну, опять же, как это делать правильно? Нужно высушить, очистить, пропитать, увлажнить, после этого набить бумагой, если нет формодержателей. И обувь лучше хранить, либо есть такие пыльники тряпочные, которые продаются с обувью, либо, опять же, каждую пару ложить в свою коробку. Если обуви у вас много, коробки лучше подписывать, чтобы потом долго-долго все их не перебирать. Сергей, если следовать вашим советам, то у нас очень много обуви. А если дома еще человек пять проживает? Пять зимних, пять летних, пять. Ну, вот как раз в каждую обувь свою коробочку и подписать. Тогда будет проще ее потом найти. Лакированную обувь вообще нежелательно хранить рядом с парой. Не только на хранении, но и когда обувь на повседневке. То есть, чтобы она стояла рядом с другими парами, не соприкасалась. Чтобы не царапалась. Если лакированная обувь светлого цвета, потому что если рядом стоит обувь другого цвета, и она немножечко влажная, то вот этот вот краситель может перейти под лак, и тогда это уже никак не очистить. Ага. Интересно. Такого я не слышала. Поэтому лакированную обувь храним отдельно от всего, а если мы убираем ее на хранение, то как раз вот лучше в текстильные пыльнички и в коробочку. А что касается вот этих горошков, которые вбирают в себя излишнюю влагу, нужно обязательно добавлять? Да я с этим, как правило, и не сталкиваюсь. Бумага работает лучше. И не надо изобретать ничего. Не надо ничего выдумывать, конечно. Угу. Чем можно вот очень сильно навредить обуви, что вот вы ни в коем случае не рекомендуете? Не знаю, всякие слышали же наверняка... Вытирать пятно ацетоном. Да, народные средства, вот эти там уксусы, ацетоны там и так далее. Да, никакие народные средства, вот опять же из моей практики, не годятся для правильного ухода за обувью. То есть нам очень часто приносят люди, покупили новую обувь, кто-то порекомендовал, возьмите спиртик, намочите кожу и попробуйте ее таким образом поразнашивать. Растянуть, да. В ни в коем случае нельзя ни какие спиртосодержащие средства использовать на коже, ни растворители, ни ацетоны, это все может навредить. Угу. Поэтому, если обувь жмет, лучше обратиться в мастерскую, чтобы вам ее растянули. Опять же, существуют разные станки для растяжки обуви, конечно. Насколько размеры можно? Ну, там размерами... Размерами как раз это не исчисляется. Ну, вообще, кожу можно растянуть настолько, насколько сама кожа позволит растянуться. Если, например, когда вы меряете обувь в магазине, она вам немножечко жмет, входит нога, но немножечко устовата. Но банально бывает, отекает нога. Сейчас про отеки тоже поговорим. Вот, когда покупаете обувь в магазине, да, она вам немножечко жмет, нога входит, но чувствуете дискомфорт, вот в таком случае растяжка поможет. То есть вы можете самостоятельно ее через боль и страдания разнашивать, но лучше обратиться в мастерскую, чтобы обувь вам растянули. Вот в этом случае растяжка поможет. Но если у вас туда нога совсем не входит, но очень нравятся туфли... А больше размера нет? Тогда растяжка, скорее всего, не поможет. А бывает, что ноги к вечеру отекают, да. И, опять же, бывает, что, опять же, тянуть можно не только носочную часть, да, то есть можно также растягивать и голенище. Но, опять же, всему бывает предел. Голенище бывает, вот на моей практике, опять же, от разных видов кожи зависит, насколько можно обувь потянуть. Но вот в голенище максимум у нас удавалось растянуть вверху на 5 сантиметров. Но это много. Это довольно-таки много. Но не каждую кожу можно так растянуть, потому что бывают кожи мягкие, которые легко тянутся, бывают кожи жесткие, которые растянуть очень тяжело. А вот продаются же тоже спреи для растягивания. Все через боль, страдания. Вы нанесли спрей. И страдаете. Он больше увлажняющий, скорее всего. Обуваете обувь и начинаете в ней ходить, ее разнашивать. То есть вот так это работает. А не так, что вы побрызгали, и она чудесным образом растянулась. Такого, к сожалению, не бывает. Так может проще сразу по размеру покупать. Да. Но девушки опять же поймут, бывают очень красивые туфли, но нет вашего размера. И что с этим делать? Приходится страдать. В какой момент, то есть понятно, вы можете обновить кожу, когда? Но, а если, не знаю, там подошва стерлась, вот с этим что-то можно? Это тоже все решаемо. Опять же, бывает ремонт простой. Я просто пытаюсь понять, когда уже можно выбрасывать. Вот опять же, в общем понимании людей, да, вот с чем можно обращаться в ремонтную мастерскую. Что-то чуть-чуть отклеилось, где-то разошлась строчка, ну поменять там молнию. То есть, ну и на этом в основном все это ограничивается. На самом деле это далеко не так. То есть можно менять и части обуви. То есть если где-то что-то порвалось, можно обыгрывать это какими-то декоративными заплатками. Опять же, растяжка обуви тоже к нам. Можно, если обувь поцарапали, потерли, то есть можно восстановить цвет. А есть что-то такое, когда сильно разношенные? Если обувь большая, тогда здесь рекомендую подложить дополнительную стельку. Тогда объем внутри уменьшится, то есть и обувь будет по размеру. А вот это вата в носок? Ну иногда люди прибегают к таким средствам. Но подложить вторую стельку бывает, помогает лучше. И намного проще, и в принципе не так и дорого. Да, это дело. Совсем скоро у нас лето. Но летом все проще, да? То есть скажите, с летней обувью мы также будем брызгать ее вот этим всем и так далее. Ну лето, там же влаги почти нет. Любая обувь из натуральных материалов, она требует ухода. Сейчас же у нас мода изменилась. Мы ушли от туфлей в сторону кет, кроссовок. Но они тоже требуют дополнительного ухода. Опять же, белые подошвы, например, обуви. Что же делать с ними? Очень все ее любят, но в нашем любимом городе иногда... Прочи перекрасить. Стенька начинает мараться очень быстро. Белая подошва от хозяйственного мыла желтеет. Можно использовать в некоторых случаях зубную пасту. Для этого отлично подходит зубная щетка. Пасту или зубную? Зубную пасту наносим на зубную щеточку. Отбеливающую? Да. Самую простую отбеливающую зубную пасту. То есть наносим и начинаем ее просто отмывать до бела. Насколько, опять же, это получается. Но некоторые производители экономят на хорошей, качественной резине. И она частенько встречается крашеная. Тоже нужно внимательно смотреть, чтобы эту краску еще больше не стереть с резиновой подошвы. Но если у вас подошва не такая, то зубная паста отлично подходит. Как раз зубная щетка и в труднодоступные места добирается отлично. А к вам можно обратиться, чтобы вы покрасили подошву? Вот подошву мы как раз не красим. Потому что это делается только в заводских условиях. Лен, выброси ты уже. Ну что ты будешь? Скажите, мы знаем, например, когда уже надо переобувать машину из зимней. В летнюю обувь, да? Как быть с резину, да? Как быть с обувью? А вот сезоны как раз на шиномонтажках и у нас у мастеров, да, они совпадают по времени. Когда перебывают все машины, у нас люди тоже начинают перебываться. И у нас это считается как раз сезон. То есть уже когда и ночные температуры тоже плюсовые, это время для демисезонной обуви. Я не знаю, как у тебя, но мне очень неудобно, когда у тебя в коридоре и зимняя, и летняя, и демисезонная. Ну, мы живем в Сибири, у нас может быть ночью минус, а днем большой плюс. Поэтому лучше все держать на готове. Если я в минусовую погоду начал носить демисезонную обувь, сильно ли это ей вредит? На самом деле, если за обувью вы правильно ухаживаете, то это никак коже не навредит, если она пропитана, увлажненная. Даже минус 20, если я надел демисезонную, ну, при условии, что я не мерзну. Важно, чтобы кожа не задубела и не стала ломкой. Для этого ее нужно пропитывать, увлажнять. И тогда на любой температурный режим. Это, собственно, основное, так сказать... Да. И вот эти пропитки от реагентов, они тоже помогают. Конечно, влаготолкующие пропитки защищают от любого проникновения влаги в ходу. Чтобы не было вот этих разводов белых, соляных. Они в таком случае не впитаются в материал, а останутся на поверхности. Их можно будет легко удалить. И легко сотрутся. Вам большое спасибо. По крайней мере, я знаю, что с моими обувными наборами делать. И, соответственно, ну, если какая-то проблема, нужно обращаться к профессионалам. Сергей, большое вам спасибо, что вы к нам сегодня со всем этим набором пришли. Большое спасибо, что пригласили.